добрый день во время моего стрима на эхе москвы слух и эхо пришло слишком много вопросов на которые я не успел ответить и многие из комментариев сводились к тому что я слишком долго отвечаю на вопросы и что многие на вопросы остаются без ответа честно говоря у меня сдержанное было отношение к стримам к прямым эфиром потому что мне казалось что количество участников и интерес не очень велик но видимо я ошибаюсь бывает такое и решил вот попробовать исправить свою ошибку соответственно на своем youtube канале я провел опрос своих подписчиков хотят ли они видеть стримы в дальнейшем соответственно пришла ответы о примерно 4000 человек и больше половины говорят что они хотят видеть стримы раз в две недели давайте попробуем все зависит от вопросов все зависит от моих ответов насколько это и другое будет интересно я намерен и в дальнейшем использовать эту форума общения с вами задавать вам вопросы получать ваши ответы и в зависимости от этого туда или сюда корректировать свои действия так вот возвращаясь к слух и эхо было много камера комментариев что ответы слишком длинные и но смотрите вот я потом за после передачи после эфира переписал все вопросы получилось около 50 штук оставшихся без ответа и я хочу сегодня попытаться на них отвечать вот в стиле блиц уложиться не знаю там в 20-25 минут с тем чтобы вы поняли что можно отвечать на все вопросы которые приходят но тогда ответы будут короткими и может быть не всегда содержательными итак начинаем блиц стрим ну такой блиц по итогам стрима денис котенкин как вы считаете куда ныне работающему населению стоит вкладывать свои пенсионные накопления в государственные пенсионные фонды или в частные какие преимущества есть у частных фондов которых нету государства денис вы понимаете в российской финансовой системе где 75 процентов больше 77 процентов банковской системы и финансового сектора является государственными особой конкуренции особого выбора нет я думаю что у нас по состоянию на сегодня политика большинства государственных фондов пенсионных фондов она мало чем отличается от политики частных смотрите кому вы доверяете смотрите на людей которые работают в том или ином фонде принципиальной разницы не вижу мне кажется что центральный банк достаточно одинаково контролирует деятельности тех и других женя бар как вы оцениваете политико-экономическое положение израиля экономически мне кажется израиль достаточно стабильное государство развитый технологический сектор открытие месторождений газа в средиземном море позволило серьезно изменить платежный баланс и укрепить энергетическую независимость обеспечения страны энергии а политически политически нестабильно страна расколота да и мы видим что за два года четыре раза парламентские выборы понятно что эта ситуация не может быть вечной и она не ведет к устойчивости хотя никаких конечно переворотов никаких революций в израиле не ожидается но и говорить о том что в таком режиме правительство может как-то проводить осмысленную работу тоже нельзя светлана лыкова как вы думаете молодежь будет изъезжать будет ли уезжать из страны и в данной ситуации да конечно будет она уезжает если есть возможность есть есть энергия если есть способность переступить барьер неизвестности и уйти в неизвестный мир туда конечно все у кого есть желание уезжают их очень много к сожалению осьминожка в кого вкладываться из производителей вакцины послушайте вы опоздали если вы сейчас думаете над этим вопросом смотрите на тех производителей вакцины чьи еще не вакцины не утверждены но у которых есть преимущество ну например более высокая температура хранения который не требует минус 70 или вакцина который требует одноразового применения там не 2 1 потому что судя по всему по крайней вышло на днях комментарии от сего компании фазер что нужно будет делать бустер третью в актив цену через 12 месяцев а может быть и дальше пока врачи не подтвердили эту позицию но нужно быть готовым к тому что прививки против к вида станут регулярными алексей нарышкин нужны ли россии мигранты каких специальностей каких количествах имеет значение страна их происхождение я давно говорил что демографически россия не может жить без серьезной миграции слишком сильны последствия войны и слишком сильно изменение демографической структуры российское население стареет соответственно если бы за демографическую политику отвечал я я бы искал людей в определенных взрослых нишах и там стимулировал их приезд в россию уже не сильно заботясь о специальностях самое главное дать людям возможность хорошо выучить русский язык дать им возможность образования возможно даже поддерживать их образование уж кем они станут вы знаете это со они сами решат и рынок решит экономика решит какие специальности нам нужны юрий гуров если в каких-то странах транспортный налог подобной россии я во время стрима не смог ответить на этот вопрос посмотрел поискал информацию в комментарии к этому стриму будет ссылка на публикацию прайс waterhouse во многих странах я там обзор по европе 2015 года на ситуации мало изменилось во многих странах есть подобные налоги порой они выше чем в россии иван прохоров что вы думаете про либертарианство в россии ну имеет право на жизнь как некий идеал вы знаете как город солнце тамаза компанело нигде в мире наверное это идея не может пол в целом осуществиться хотя попытки как-то реализовать ее в каких-то элементах они прослеживаются в сша и в других странах последний пример который я вижу это строительство города счастья в гондурасе на острове раатан интересный проект с участием международных экспертов как раз попытка создать на базе либертарианского подхода такой чартерный город который станет экономическим двигателем государства погрязшего в бедности в коррупции в убийствах и так далее посмотрим дмитрий мизинцев насколько облигацию фсм могут быть привлекательными для инвестирования но смотрите понимаете вообще работа с облигациями это вещь для тех у кого есть много денег как правило на этом рынке работают большие капиталы которые могут использоваться серьезным кредитом потому что доходы не очень большие соответственно если вы можете умножить свои вложения там не знаю в два-три раза за счет того что привлекаете кредит тогда вы получаете много для тех кто ориентир хорошо разбирается в макроэкономической ситуации вы понимаете да что там при стабильных ценах на нефть ставки рубль будет вести себя в доллар относительно стабильный можете пересчитать рублевые ставки в доллар вы понимаете что такого дохода вы мало где получите с практически с крайне низким риском дефолта селигер как вы относитесь к майнингу криптовалют криптовалютам криптовалютам отношусь как к средству накопления которое уже признано многими десятками миллионов людей в мире к майнингу ну как бизнесу который имеет право на существование redboy как вы объясняете для себя засекречивания властями сша результатов анализа журналисты карамурзы я думаю что в результатах анализа можно увидеть методы работы американских спецслужб не знаю что там более еще можно увидеть можно увидеть какие-то новые отравляющие вещества которых американцы не хотят знать чтобы другие знали что их можно обнаружить но наверное так это скрытие методов скрытие методов работы американских спецслужб рашид ильясов владеете ли вы какими-либо акции владею людо м bitcoin у вас есть есть роман шатайло как к вы были бы последствия отключения от свифта но самое главное отключение проблема отключения от свифта это серьезнейший подрыв возможности работы на международных финансовых рынках и практически сбои если не остановка работы международных платежных систем да потому что работать в режиме телефона телефакса по разовым платежам а по обслуживанию экспортно-импортных контрактов можно обслуживать не знаю миллионы сотен десятки миллионов финансовых операций наверное будет крайне сложно если вообще возможно что усы можете как учить варки на сделал целихватский нет не могу нет фантазии ну и честно говоря времени заниматься этим тоже не особо как много рост топ насколько вырастет ввп если в стране просто перестать воровать достаточно ли этого фактора для существенного изменения сути ввп конечно вырастет вот смотрите берем мы полковника захарченко когда у которого обнаружили там 12 миллиардов или 8 миллиардов они не лежали в квартире берем к арестованному губернатору мы лежит там полмиллиарда миллиард рублей в квартире то есть это такая форма накопления которая не работает в экономике то есть даже если бы они лежали на банковских депозитах то банк за этот счет мог выдавать кредиты это как бы там двигало экономику когда деньги лежат просто в банках не знаю в стеклянные то в обувных коробках деньги лежат в квартирах то это омертвленные средства поэтому ну считайте что там 8 миллиардов полковника захарченко пусть они хотя бы с эффективностью 25 процентов дают прирост ввп ну вот соответственно там за четыре года 8 миллиардов ввп российский не получилось сколько воруют в россии наверно никто не знает ну и вот помните цифру медведева 20 процентов от госзаказов разворовывается госзаказ 5 триллионов соответственно триллион до за четыре года триллион это один процент ввп очень грубо получается да что на разворование госзаказа мы теряем четверть процентов ввп ежегодно ну а все остальное воровство мы тоже надо еще сложнее оценить дмитрий мезенцев чем вы объясните что произошел откат от реформ гайдара кто виноват что делать ну это сложный вопрос не ты я не готов на него на различать в таком режиме потому что что такое откат от реформ гайдара но в принципе основная цель реформ гайдара это было построение рыночной экономики рыночная экономика в россии существует там до роли государства усиливается про то как это происходило я писал там и в контрреволюции и в русском экономическом чуде что пошло не так вот поэтому нужно более четко сформулировать вопросы и тогда может попытаться на него ответить албор эпоха путина одним двумя словами албор цензурных слов нет маг рит вас есть ли дети чем они занимаются есть двое взрослых детей у них самостоятельная жизнь и один ребенок 12 лет он учится в школе татьяна ничуговская ваши стримы в youtube касающийся экономических вопросов надо будет согласовывать с властью с июня вопрос в связи с законом о просветительской деятельности не собираюсь этого делать просто не собирайся все игорь пасько что делать прекрасной украине чтобы ее экономика взлетела знаете как ни странно основные задачи это те же самые что и перед россией это реформа судебной системы верховенства права и эта борьба с коррупцией вот эти два элемента там коррупции немножечко другая там олигархическая коррупция политической коррупции сильно развита вот но в принципе основные вопросы те же самые что и в россии они не относятся к сфере экономической политики албор экономическое определение россии при путине болото смит джон полагаю что в россии системный кризис когда отдельных поврежденных кусочков мозаики становится все больше и за счет взаимосвязи и распад ускоряется знаете такой сложный вопрос но можно конечно подходить с таким определением но просто мозаика настолько большая вот этих выпадающих кусочков поврежденных кусочков пока еще слишком мало чтобы можно было говорить о системном кризисе это я бы сказал я когда-то уже по-моему вот девять-десять назад в газете ведомости написал статью ржавеющий титаник он был титаник который столкнулся с айсбергом а представьте себе что есть титаник который изнутри начала ржаветь и никто этого не замечает и никто с этим не борется в какой-то момент он просто рассыпется в трубу в россии мне кажется вот такой процесс другое дело что скорость этого ржавления скорость исчезновения титаника как целостной конструкции очень тяжело измерить сергей лопачев на фиген life пойдете если пригласят на сергей я хожу на многие каналы по если меня приглашают всегда сначала смотрю на содержание прежде чем дать согласие если никаких серьезных противопоказаний не знаю там нет есть каналы чья стилистика мне не нравится ну и так далее в принципе хожу готов ходить даже на каналы которые другую точку зрения выражают и чем сторонником я не являюсь я считаю что youtube канал это возможность общения с аудиторией и всегда есть стараюсь пользоваться мозг она раша туда и пускают да нет конечно что побудьте бога счастливая утка сергей теоретически вы готовы возглавить экономический блок например в случае смены режима теоретически в случае смены режима да конечно но я уже много раз говорил что мне было бы интереснее заняться реформой судебной реформы и реформы и правоохранительных органов мне кажется что здесь гораздо больше проблем и гораздо меньше понимание того что нужно делать работает самое серьезное от нее зависит гораздо больше чем в экономике волос цветочек где мы увидим рубль в конце года слушайте не знаю если нефть будет на том же самом уровне если серьезных санкций против россии не будет применено ну значит вот это в диапазоне там 70 плюс минус 3 рубля наверно так и будет колебаться великий князь россии нужно понизить налоги да не уверен помять мне кажется для начала россии нужно понять хорошо понять масштабы серой экономики которые не платят налоги потому что если смотреть номинальные налоговые бремя сегодня россии ну точно совершенно не относится к числу лидеров в россии такой достаточно средний уровень налогообложения в как доля от ввп а если еще выкинуть оттуда нефтегазовые налоги всю эту ренту да то становится еще меньше поэтому пока не думаю что нужно снижать налоги с кем видите себя в новой россии будущем и на этот вопрос я уже ответил хотя в принципе вижу хочу видеть себя счастливым гражданином павел ратунин часто ли политологи становятся политиками наверное становится вопрос что такой политики в россии по политике просто не существует в америке становятся до сказать что они добиваются каких-то выдающихся успехов нет все таки политолога это такой аналитик хороший политолог это аналитик а политик это умение общаться с избирателем и завоевывать его голоса алексей бум бум войны заканчивается примирением они победой так ли это возможно ли завершение хоть каких-то локальных конфликтов окра россии ближайшие 10 лет я говорил что войны начинают генералы заканчивать политики любая война она может закончиться поражением или победой но она заканчивается подписанием мирного договора могут ли закончится региональные к локальные конфликты в ближайшие 10 лет мне кажется что при путине нет путин заинтересован в поддержании локальных конфликтов потому что это в его понимании вот эта буферная зона между россией и нато она укрепляет обороноспособность россии безопасность россии соответственно чем больше там нестабильности тем меньше надежды на то что эти страны уйдут в сторону запада поэтому я при путине не вижу никаких шансов на это алла карпун на сейчас доллар начал свой рост что будет дальше можете распространять но я уже сказал при отсутствии политических факторов следите за ценой на нефть и вы узнаете будущего доллара так юджин райт королёв говорил не знакомый врач страдал онкологии прямой кишки что означает перелом челюсти стебется таким образом на самом деле не нужно почитайте внимательно в интернете много информации о том что действительно сергей павловича делали операцию на прямой кишке считали что там не раковое образование полип обнаружили рак задачу нужно операцию нужно было продлить для этого нужно было делать анестезию и вот не смогли сделать анестезию же такую глобальную потому что не смогли рассказать раздвинуть челюсти сергей павлович поэтому это было не вот ну вот просто врачи не знаю поэтому не на это бойцы материальные базы учите пожалуйста ольга юрина сделаю я про и прививку да сделал первую прививку вакцины модерна 2 через две недели ощущение никаких поэтому все слава богу нормально сергей сидоров путин до 36 года какие перспективы с нему страны хулов историческая обочина вы знаете вот бывает такое что страна вылетают на обочину исторического процесса и если там советскому союзу удалось каким-то образом поддержать себя под создав большой лагерь вокруг себя трансформировав на самом деле воспользоваться историческим процессом такой урбанизации населения переселения граждане из деревни в город индустриализация какие-то такие процессы позитивные в принципе для любой страны посмотрите на южную корею на китай на где там они все через это дело проходят вот то конечно у путинской россии нет никакой идеологии нет никакой логики нет никакой цели поэтому и такая вот найти прозябание на обочине война не почему в россии никогда не было политики низких процентных ставок ну потому что в россии практически никогда не было низкой инфляции где-то до 2013 года центральный банк вот при путине да он вообще не ставил задачу бороться с инфляцией то что минфин выступал за то чтобы инфляция была высокой это укрепляет бюджет знаете как вы планируете доходы и расходы при инфляции 5 процентов а получаете 10 процентов у вас сверхплановые доходы бюджет в шоколаде вот такая вот финансовая арифметика министра кудрина или министра силуана поэтому они никогда не боролись инфляции надо дать должное в этом плане дабиулина и которая заняла более жесткую позицию и там довела инфляцию там до трех процентов но для того чтобы это трансформировалась в политику низких ставок процентных в банках то уже нужно нужна вторая часть сказать банковские риски должны снижаться давить конечном итоге разница между ставкой привлечения и ставкой размещения у банка между депозитом и кредитом это те риски которые на себя берут банки они слишком высоки экономика слишком медленно развивается да и соответственно риски банка большие и нужно несколько лет я думаю что если в россии жила с инфляцией два-три процента на протяжении лет пяти ну то наверное процентные ставки опустились бы до пяти шести процентов опять при условии конкуренция в банковском секторе когда мы видим что государство занимает там 77 процентов еще появились разговоры о том что сети банк уйдет из россии в общем понятно что конкуренция особо и не предвидится но а монополия всегда ведет к завышению цен поэтому при госбанках рассчитывать что сразу прямо низкие процентные ставки я бы не стал владе с каковы перспективам введения крипто рубля знаете сложный вопрос потому что я считаю что крипто рублю он не нужен вот как криптовалюта это на самом деле вот я уже и даже писал когда тема говорил что вообще говоря нынешние деньги они цифровые я вот умудряюсь жить вообще практически не имея наличных денег в кошельке на какие-то здесь 20-30 долларов так для мелких расходов так вы себе расплачиваете либо телефоном либо кредитными карточками да и это означает что вообще говоря все мои денежные платежи идут в цифровом формате мое общение с банковской системы с экономика идет через цифру крипто рубль это валюта центрального банка как бы по специальное ее единственное предназначение это возможность контролировать денежные перетоки от всех граждан то есть когда все граждане все компании открывают счета в центральном банке и рассчитываются через эти счета и но это означает что большой брат может следить за всеми транзакциями но я уже оставляю в стороне побочный фактор не очень понятно как будет функционировать в этом режиме банковская система на этот вопрос никто не поэтому я бы этого делать не стал сейчас китайцы пробуют они идут впереди планеты всей давайте посмотрим я думаю что российский центральный банк смотрит на китай готов двигаться в этом направлении смогут ли они создать целостную концепцию пока не уверен мульти инструментали на данный момент на саниль фри навальный собрано чуть около 450 тысяч подписей почему так медленно идет людям все равно на навального и кто не и не никто не готов протесту послушать люди боятся и тем более что вот после вчерашнего решения прокуратуры москвы обратиться в суд о признании всех организаций навального экстремистскими вы понимаете что это риски для всех люди боятся и не нужно это сбрасывается счетов мне кажется что это и есть основное препятствие почему в россии публичная политическая активность такая слабая страх всегда сильный стимул пути отрицательный алена аминова как вы думаете если у груди на возможность стать президентом рф ну я думаю что если в россии были свободные президентские выборы вы дайте предположим что там путин уходит по тем или иным причинам и на президентских выборах у нас есть мишустин как исполняющий обязанности президента навальный и груди не ну я например совсем не исключаю да что во второй тур такой конструкции выйдет навальный грудинин и с учетом общий такой левого склонности населения почему бы груди не не выиграть президентские выборы да и харизмать достаточно харизматическая личность молодой яркий удачный но молодой по сравнению вот с зюгановым лидером компартии поэтому да конечно есть светлана павлова расскажите о ваших поездках послушайте за последний год панепан эпидемии коронавируса ежу только между вашингтоном и киева немножечко езжу по украине поэтому особо рассказывать нечего такие рабочие поездки я живешь джон до верили я в пришельцев они уже здесь нет не верю владе с я являюсь сторонником смысле влад замены налога добавленную стоимость налогом с продаж в россии а вы я являюсь противником потому что россия основной торговый партнер россии это европа и китай соответственно и там и там есть ндс а система ндс построена таким образом что при экспорте ваших товаров при ну привозе ваших товаров вашей страны в на территории есть ндс они облагаются налогом дополнительно то есть как ну как вы если вы экспортируете товар вам в россии возвращается ндс окном ввозится в другую страну на там франция германии китаю на облагать стены той ставкой ндс который есть там но если предположить что ставки ндс одинаковые то это к изменению цены товара не идет не ведет если у вас есть налог с продаж который существует только в розничной торговле то ваш экспортер вывозит товар по той цене по которым продает его внутри страны и привозит на территорию страны где есть ндс он облагается дополнительные повышенным налогом становится менее конкурентным сейчас с этим мы это всерьез разбирается в америке они пытаются еще ну собственно говоря там при трампе от вина когда трамп его предвыборную кампанию в самом начале вводить такой бода adjustment текста то есть специальный налог который выравнивает ценовые условия но отказались поэтому я считаю что переход к налогу с продаж он приведет к снижению конкурентоспособности российских товаров на экспортных рынках наверное неправильно да и соответственно не очень и к усилению конкуренции импортных товаров не говоря же равно сложных взаимоотношениях что там у нас есть евразийское пространство все наши страны которые входят в соседние казахстан беларусь киргизия армения везде есть ндс ну короче говоря думаю что это путь бесперспективный самое главное никто не сказал что этот налог он хорошо работает на самом деле не надо забывать что налог с продаж в сша является налогом на уровне штатов и он идет в казну штатов а финансовая система бюджетная система штатов это не очень большая доля совокупных консолидированного бюджета поэтому одно дело у вас есть налог ндс который держит всю структуру является основа палат как базовым до системы образующим для бюджетной конструкции федерального бюджета другое дело налог с продаж который поддерживает региональные бюджеты мне кажется что эта идея она не сильно перспективная вот сергей казаков будет ли продолжение книги контрреволюции с учетом событий последних лет сергей много думая об этом знаете с одной стороны зудит даже название придумал террор или большой террор вот но с другой стороны понимаете слишком простая конструкция ведь принципе все что мы видим там после 2016 года да на котором примерно не останавливается изложение контрреволюции все очень вписывается очень примитивные конструкции да все тренды которые были обрисованы там они продолжаются усиливаются и в экономике и в политике и вот всерьез пока анализировать нечего давно но голова все время в эту сторону думает не знаю будет ли это отдельная книга может быть просто знаете какое послесловие второе издание с дополнительно написанной главой посмотрим не знаю джон до издевается можно ли в школе выучить иностранный язык я не знаю ни одного кто смог бы говорить после школы а я знаю очень многих это наверное зависит и от школы и от желания и от способностей поэтому учить иностранный язык это никогда не помешает ну вот собственно говоря закончился этот блиц я ответил на все вопросы которые были присланы во время стрима на эхе москвы насколько вам это было интересно поэтому для тех моих подписчиков кому интересны стримы я соответственно опубликую еще один опрос понравился ли вам такой формат и хотите ли вы чтобы я отвечал в таком режиме блица или вы хотите чтобы я отвечал более развернуто как это было во время эфира на эхе москвы участвовать в ответах до участвовать в опросе могут я собираю данные по результатам опроса примерно через два дня соответственно если вы подписчик моего youtube канала и если вы поставили колокольчик что вам приходит уведомление то соответственно вы получите мою рассылку и сможете поучаствовать в опросе если вам это интересно ставьте колокольчик ну а так мы на сегодня заканчиваем спасибо за внимание берегите себя и помните что в россии политический режим меняется нужно быть очень внимательным и самое главное не молчать до новых встреч до свидания